Катя, привет! Привет! Ну и для начала самый простой вопрос. 8 марта для тебя лично? Мы сегодня говорим про тебя и с тобой. Для тебя это что? Ну, для меня лично, поскольку одна из моих идентичностей это феминистка, для меня лично это день солидарности женщин в борьбе за свои права. Вот, собственно, этим он и является. Поэтому я немножко всегда тушуюсь, потому что в норме для людей это день весны, красоты, нежности, украшений коллектива и вот таких вот вещей сомнительных. Вот, поэтому вот такая моя позиция. Ну, а как ты его празднуешь в этом смысле? Женщина, вот ты сейчас сама говоришь, украшение коллектива. Как ты вообще к этой позиции относишься? Женщина прекрасный пол, как нужно праздновать, как ты празднуешь? Ну, смотри, изначально же этот день 8 марта придумано для того, чтобы женщины задумывались о том, какие права у них есть, каких еще можно добиваться и на что нужно обратить внимание. И поэтому, собственно, если этот день для этого был предназначен, то было бы здорово заниматься тем, для чего он был предназначен. Например, что можно сделать? Можно взять всей семьей и посмотреть фильм «Суфражистка», чтобы вспомнить вот эти времена, потому что мы же не ценим то, что мы имеем. Вспомнить те времена, когда женщина не считалась за человека, когда ее труд эксплуатировался, платили мало, трудовой день там был по 16 часов. Это и детей касалось, и женщин, что их нещадно труд эксплуатировался. Чтобы вспомнить, как это было, и что мы имеем, и испытать, может быть, хотя бы чуточку благодарности суфражисткам и феминисткам, которые своим трудом, а иногда и своими жизнями, эти права для нас, для всех, благополучателей этих наших прав, все женщины, что еще можно сделать? Можно поинтересоваться вообще фемповесткой, что вообще происходит на этом поприще? Что происходит с законом о домашнем насилии? Почему он до сих пор не принят? Почему его в очень кастрированном виде в Совет Федерации представили? Сколько женщин погибло в предыдущем году от семейного бытового насилия? А я вам скажу, сколько. Порядка пяти тысяч женщин. Понимаете, цветы – это все прекрасно, конфеты, украшение коллектива – это здорово, но в какой день в году нам задуматься о том, что пять тысяч женщин погибли в семейных бытовых конфликтах? Может быть, сегодня, а может быть, каждый день. Про это не забывать. Вот. Что еще можно? Поскольку феминизм – это общественное движение, мы занимаемся обществом, его проблемами, которые связаны с женщинами, можно, например, как вариант, как отпраздновать или что сделать, или как порадовать феминистку, можно порадовать тем, что сделать небольшое пожертвование в какую-нибудь женскую организацию. Например, в центре насилия нет, сеть помощи – это не одна. Фонд «Сестры», который помогает женщинам, пережившим сексуальное насилие. У них много фондов, можно выбрать какой-то, который вам по душе, и чуть-чуть помочь ему. Идеально сделать свое пожертвование регулярно, потому что регулярная маленькая помощь, лучше всего на разовое побольше. То есть для тебя 8 марта – это повод обратить внимание на проблемы женщин именно сейчас, здесь, в России, сегодня? Безусловно, да. А если вот есть часть людей, которая с тобой безусловно согласится, но часть людей романтически настроенных, для которых это все равно остается праздник весны красоты, которые в том числе, часть из этих людей хотят тебя поздравить. Вот в этом случае, если не отменять подарки, не отметать их… Слушай, чтобы меня порадовало, меня вот честно, как бы все мои друзья знают, что я не люблю цветы, мне кажется, это, ну, такой очень специфический подарок, потому что тебе приносят трупики цветов, они там стоят неделю, умирают у тебя там на твоих глазах, это вообще не по фэншую. Вот, поэтому мои друзья стараются либо не дарить мне цветы, либо как-то творчески с этим обходиться. То есть если они дарят букет, то это букет, там, знаете, вот есть съедобные букеты, там с фруктами, например, там еще что-то, в общем, что-то более практичное. А я, сколько там, года два назад дарила на 23 февраля всем, кому посчитала нужным, я подарила деревья. Есть организации, которым ты можешь, ну, тоже небольшое пожертвование перевести, и они в твою честь, как бы, на твои денежки, в честь тебя садят настоящее живое дерево, которое будет расти, будет жить, продуцировать нам кислород. Мне кажется, это прикольно. Ну, то есть это такой, знаешь, экологический активизм, с одной стороны, с другой стороны, и подарок, и с третьей стороны, это что-то, что там будет годы, годы, годы жить и приносить пользу. Мне кажется, очень прикольно. Спасибо тебе большое и поздравляю тебя с наступающим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.